Я не думаю, что это было осмысленное решение автора делать вот такую отсылку к советской эстетике, к советскому стилю, потому что статья была написана для газеты «Московский комсомолец», и я не уверена, что целевая аудитория этого издания будет тонко вслушиваться в какие-то мельчайшие детали и оттенки смысла. Я думаю, что для них вот это выражение «политическая проституция» прозвучало как нечто новое и свежее. Я могу, конечно, заблуждаться, но тем не менее у меня такое ощущение, что здесь не было прямой референции такого рода. Мне кажется, что это было просто вот заново открытое, свежее выражение для многих представителей аудитории. Более того, забавно, я вот только что, когда ехала на передачу, по дороге почитала статью в «Коммерсанте», не статью, точнее, небольшую заметку, в которой приводятся результаты социологического исследования. Спрашивали граждан Российской Федерации, насколько они внимательно следят за этим чудовищным скандалом с политической проституцией. Так вот, 70% вообще даже не слышали ничего. Ну да, но я думаю, более такая активная часть аудитории не могла не заметить этого. Но вы знаете, меня здесь интересует во всем этом, насколько нынешняя политическая речь наследует советской традиции политической? Вот это вот навешивание ярлыков и использование такой тяжелой риторической артиллерии. Я думаю, что наша современная политическая речь наследует не только агрессию от советской риторики. Я подозреваю, что здесь немножко другое происхождение того, что мы сейчас слышим в публичном пространстве из уст чиновников. То есть для меня, как для филолога, самое неприятное во всем том, что происходит в устной речи, в письменной речи, это какое-то невероятное влияние бюрократического языка. Он не агрессивный в том смысле, в котором мы обычно понимаем агрессию. Точнее, в том смысле, в котором обыватель понимает агрессию. Потому что вот я, например, очень не люблю термин «язык вражды», я очень люблю термин «hate speech», потому что понимание того, что представляет собой речевая агрессия, сужается за счет этого термина. Не всякая агрессия – следствие ненависти. Не всякая агрессия – следствие или выражение, проявление вражды. Агрессию мы можем понимать гораздо шире. Мы, в конце концов, можем понимать агрессию, речевую агрессию, как любые усилия, направленные на подавление оппонента. Не просто оппонента, а потенциального оппонента, чтобы у него даже мысль не закралась в голову возразить, выступить против. И мне кажется, что это расширительное толкование речевой агрессии, оно в большей степени более адекватно характеризует и советскую речевую практику, вот эту бюрократическую, канцелярскую засилие бюрократии и канцелярщины, которая подавляет, в принципе, любое мыслящее начало в человеке, который не вовлечен в процесс производства этих документов, который их потребляет, то есть вынужден их потреблять, потому что его окружают инструкции, законы, законы инструкции совершенно не читаемые. Ну да, это, конечно, это то, что, скажем, Рыклин называл террор логики, то есть террор самого языка, некие такие очень бюрократические или военные знаковые системы, или советский дискурс, да, диктатура пролетариата, экспроприация экспроприаторов. Вот эта, так сказать, такая речь вбрасывается где-нибудь в 20-е годы, и полуграмотная страна, открыв рот, вот это все слушает, и это стреляет сильнее Маузера. Да, я согласна именно с этой оценкой, поэтому я не хотела бы сводить наследие советской риторики только вот к этим вот проявлениям. Нет, ну, понятно, что бюрократический язык, в конце концов, и у Кавки в процессе убивает, собственно, вот эта вот юридическая казуистика. Но в нашем случае, мне кажется, все-таки именно использование обидных слов, навешивание ярлыков, такая вот стигматизация оппонента, лишение его человеческих свойств, вот эта аргументация, то, что называется, отхоменом, да, от человеческих качеств. Мне кажется, что у нас вот это вот очень сильно развито. Я, не знаю, следя за публичными дискуссиями, скажем, в англоязычной сфере, в Америке, в Англии, я не вижу такого. Люди гораздо более сдержаны в своих комментариях, скажем, не знаю, глядя на комменты, посмотреть просто развернутые вот эти просто не комментарии к Нью-Йорк Таймс и к нашим ведущим газетам. У нас даже, так сказать, качественная пресса, Коммерсант, Ведомости посмотреть, Форбс, там такие вообще медиа, ну, вы знаете, какое слово разворачиваете. Почему? Да, да, да. Я, как человек, который регулярно получает комментарии в духе дуры какая-то страшная, я, конечно, могу прекрасно сравнить саму ситуацию полемики, публичной полемики на российской почве и публичной полемики где-то за пределами Российской Федерации, если точнее, за пределами пространства бывшего Советского Союза. Почему у нас такая нетерпимость в публичной полемике? Вы знаете, это вопрос очень сложный, я не готова давать на него однозначный ответ, и я не готова вспоминать Лоскова или Бердяева, которые высказывались о русском менталитете национальном. Я не готова сейчас к этому обращаться, к этой проблематике, но мне кажется, что агрессия, язык вражды, как одно из проявлений речевой агрессии, это всё-таки такой способ реакции на некие социальные кондиции, на некие социальные условия, в которых мы существуем. И вот эта постоянная готовность дать отпор приводит к тому, что мы даём отпор вместо здрасти регулярно. Вот мне кажется, что просто это такой знак социальной напряжённости. Напряжённость именно социальной, ни речевой, ни языковой. Это же то же самое, что на улице, так сказать, очень часто вместо того, чтобы, так сказать, уступить человеку дорогу, у нас да куда прёшь, куда идёшь? Разумеется, разумеется. Ну и если прокатиться в автомобиле по Москве часов в 6-7 вечера, тоже можно всё это наблюдать. То же самое, проявление того же состояния людей. В конце концов, ну это очень банальное наблюдение, когда в метро граждане Российской Федерации сталкиваются взглядами, они как-то либо напрягаются, либо быстро взгляд отводят, или наоборот смотрят и сверлят друг другу глазами, но во всяком случае не совершают того, что обычно совершают люди в Европе. То есть улыбаются и тоже перестают смотреть на потенциального оппонента. Улыбка не фигурирует у нас. То есть вот эти вот медиадискуссии и в масс-медиа, и в блогах, и в комментариях, это некое, ну да, речевое отражение того, что происходит на улицах и в ежедневных наших практиках. Я думаю, что это родственное явление, и одно как-то проистекает из другого, и всё это взаимообусловлено. В конце концов, надо понимать, что разговорная речь, вот то, что на улицах, то, что в трамвае, то, что в пробках, это речь априори более агрессивная, чем речь книжно-письменная. И то, что у нас происходит в массовых коммуникациях, то, что происходит в публичной сфере, сейчас ориентируется на разговорность как на такой источник выразительности. Вот как быть более выразительным? Вот почему-то последние, ну, наверное, лет 15 у нас такая тенденция к использованию разговорных слов, жаргонных слов, уголовный жаргон, естественно, пришедший тоже в средства массовой информации, как такой источник новой выразительности. И каждый раз автор ищет всё более и более выразительное средство. И вот так получается, что сейчас одним из основных приёмов экспрессии, выразительности в публичной сфере становится именно вот это агрессивное поведение, агрессивное высказывание. То есть нам кажется, что оно чем-то прекрасно, что оно чем-то запоминается гораздо лучше, чем нейтральная формулировка. И к тому же нам ещё доставляет удовольствие подбирать вот эти слова, которые так прекрасно и хлёстко характеризуют оппонента. Знаете, вот то, что вы говорите, прекрасным примером может быть речь лидера нашего национального, вот именно использование такой разговорной речи и таких очень агрессивных конструкций, всё это мочить в сортире от мёртвого осла, уши замучивается, пыль глотать. Вот как раз о языке Путина, о языке власти поговорим после перерыва. Добрый вечер, археология Форбс в эфире. Говорим сегодня о речевой агрессии с колумнистом Форбса, доцентом Высшей школы экономики Анной Потсар. Почему в нашей публичной сфере так агрессивна речь? Почему люди так часто оскорбляют друг друга в прессе, в блогах, в комментариях, газетным статьям? Почему наша публичная политическая речь так напоминает нашу речь уличную, перебранку в трамвае? Вот об этом сегодня мы говорим с Анной Потсар. Вот мы начали уже говорить о том, как язык улицы транслируется в язык власти. Вот я пытаюсь понять, в чём суть агрессии в языке власти. Может быть, это в том, что власть у нас всегда говорила с людьми как с холопами? Прекрасная формулировка. Как бы крепостное право на Руси не заканчивалось, да. Да, по ряду признаков можно заключить, что оно ещё долго будет продолжаться. Мне кажется, что дело не в этом. Дело не совсем в этом, точнее, не совсем в крепостном праве. Ведь наша власть обращается таким образом, агрессивным образом, не только к своим гражданам. Она ведь транслирует это всё и вовне. Всё это и отправляется и во внешнюю политику, и в какие-то высказывания всё-таки международного свойства. Мюнхенская речь Путина и высказывания Дмитрия Анатольевича Медведева относительно действий Грузии в августе 2008 года. Всё это ведь совершенно не рассчитано только на аудиторию внутри страны. Поэтому здесь, боюсь, что немного иные корни. И я боюсь, что здесь многое зависит, конечно, от личного стиля, от личного восприятия высказывания. И я бы сказала, что у двух наших последних президентов разное отношение к слову, и в том числе разное отношение к слову агрессивному, к высказыванию агрессивному. В чём они различаются? Давайте, ну, с речь Путина сначала разберём. Вот с точки зрения речевой агрессии, с точки зрения его речевого поведения. Как вы его охарактеризуете? Я довольно много писала об этом, о речевом поведении Путина. Да, у вас как раз в Форбс была не одна колонка об этом. Да, именно так. И поэтому я даже затрудняюсь с тем, чтобы такого назвать прямо сейчас кратко. Но, тем не менее, если мы говорим об агрессии, речь Путина очень часто характеризует вот в таких терминах с помощью такого термина, как брутализмы, брутализмы Путина. Подразумевая некие оценочные конструкции, которые, как правило, используют жаргонную лексику. Причём жаргонную лексику вполне определённого происхождения. Это либо уголовный жаргон, либо то, что на него похоже. Вот, например, из последних высказываний Путина «влепить двушечку». Да, так, да. Вот коллеги и филологи проводили расследование, ни одно из этих слов, ни «влепить», ни «двушечку» никак не связано с уголовным жаргоном. Но, тем не менее, звучит-то вот именно так. Очень похоже. Какая-то такая ловкая имитация. Такой симуляк уголовного жаргона, который создан одним-единственным человеком вот ради себя и ради своих целей. Так вот, эти путинские выражения, скажем так, будем называть их выражениями, это, безусловно, способ обозначить свою позицию по отношению к чему-то, что Владимир Владимирович не устраивает, что он хочет охарактеризовать негативно. Это всегда форма выражения оценки. И это всегда форма выражения оценки, которая использует именно то, что похоже, как я уже сказала, на уголовный жаргон. Ну, то есть, у меня такое восприятие, как четкие пацаны, да, так сказать, такие реальные пацаны. То есть, он все время должен выглядеть таким пацаном, который отвечает за свой базар. Ну, да, это такой вот стиль, такой стиль поведения человека, который не находит, может быть, может быть, находит, но не считает возможным использовать другой способ подчеркнуть свою вот эту вот брутальность. То есть, согласитесь, что это в нашей речевой среде достаточно эффективно. Собственно, феномен успеха Путина начинается смочить в сортире. Да, безусловно. Это сработало, чисто риторически, это была очень эффективная стратегия. И дальше мы все это запоминаем. Как он предлагает французскому корреспонденту сделать обрезание, наши специалисты так обрежут, что у вас ничего больше не вырастет. Те же самые мертвого осла уши. Я уже сейчас не помню, я не собирал. Каждый раз испытываешь некое чувство брезгливости, но это запоминается. Да, это запоминается. И удивительно другое. Мы, когда мы выступаем в качестве журналистов, мы это цитируем, продолжая испытывать вот ту же самую брезгливость. И залепить двушечку мы цитировали очень старательно. Влепить, влепить. Влепить, извините, пожалуйста. Да, да, это надо. Да, я как-то отклонилась от первой структуры. От генеральной линии. Да, 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 простите. Все это мы цитируем, воспроизводим, используем в качестве каламбуров. Газета «Коммерсант» использует это в качестве каламбуров в заголовках. Были там все эти «мочить в сортире» использованы многократно в 2000-х годах, в начале 2000-х годов. И тем самым мы просто создаем вот этот, знаете, индекс цитирования, бесконечные повторы. Бесконечные повторы удачного, на взгляд, говорящего субъекта выражения, они, конечно, закрепляют его в памяти народной, что называется. Но, понимаете, вот если мы сравниваем все-таки Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева, совершенно иной подход к вот этому агрессивному резкому высказыванию. Потому что если, как я уже сказала, у Владимира Владимировича Путина агрессия всегда находится в рамках вот этой вот негативной оценки, выраженной с помощью уголовного жаргона, то у Медведева жаргонных слов и выражений в речи тоже очень много, но они все разного происхождения. Что-то из жаргона юридического, что-то из жаргона, скажем так, бизнесменов, что-то вообще из молодежного жаргона. Курить бамбук, вот эта незабвенная формулировка, адресованная гуманитарием, это тоже жаргон, но жаргон иного порядка, иного характера. И тут мы не видим концепции, единой системы. То есть, по-моему, он старается понравиться везде. Он такой, знаете, такой вот подающий надежды, так сказать. И тут подскочил, и там такой гоголевский персонаж, который очень-очень понравится. Ну, поговорить с каждым на том, что он считает его языком. Я не знаю, что подумали гуманитарии, когда услышали, что им не стоит курить бамбук, но, видимо, предполагалось, что они вот в своей среде обычно вот примерно так и разговаривают. Кстати, да, вы знаете, разовею мне впервые пришло в голову, что действительно, так сказать, Медведев такой очень гоголевский персонаж, такой добчинский-бобчинский, что-то вот такое из ревизора. Такой, так сказать, приятный господин, который сталкивается в дверях с кем-то. Ну, безусловно, да. Именно коммуникативно приятный господин, который, к сожалению, исчезает из памяти тогда, когда он покидает помещение, в котором только что пребывал. Но это же его функция, как бы, да, нулевая степень письма вот такая вот. Да, безусловно. Для этого он и был создан. Безусловно. Да, у меня он был однажды назван человеком без свойств, но нулевая степень письма тоже. Да, Манона Айгеншафтен. Да, ну, я думаю, да, именно чтобы оттенять вот этот четкий пацанский стиль, мужской стиль, мужскую брутальность Владимира Владимировича Путина, чтобы за четыре года россияне соскучились по такой вот риторике. Потому что все-таки я здесь хочу не только о них поговорить, а о том, что воспринимается в России, что, скажем, совершенно не воспринималось бы, так скажем, ну, не знаю, в Голландии где-нибудь или в Германии, если бы человек начал говорить таким языком, как Путин. А ведь у нас это продается. Я вот сейчас вспоминаю покойного лебедя, генерала. Тоже ведь запомнился вот этим своим мужским рыком, да, он ассоциировался с этим, с Балдаковым, да, из особенностей всяких там национальных. Упал, отжался. Чем запомнился лебедя? Упал, отжался. Вот, понимаете, тоже гениальная политическая риторика. Да, и мы до сих пор повторяем эту фразу. Даже, может быть, уже многие не помнят, откуда она фраза живет. Так Россия, может, это и нужно, вот если все-таки Бердяева не хотели цитировать, но все-таки Россия, как вот эта вот баба такая, так сказать, размягшая, которая и ждет жесткого мужского слова. Я не знаю, я не берусь судить о том, что нужно России. Вот не готова. Нет у меня ресурса для исследований таких, чтобы делать выводы на чем-то основанное. Не знаю. Очень трудно судить о восприятии аудитории. Очень трудно оценивать вот это влияние какого-то вброшенного политического выражения, вброшенного какого-то слова. Трудно оценивать влияние агрессии. То есть, в принципе, все это можно каким-то образом прекратить. Но прекратить это нужно с помощью системы мер. И система мер – это не закон о запрете мата в средствах массовой информации. Это какое-то другое совершенно отношение. Ну, об этом мы еще позже, ближе к концу, я хотел поговорить, о том, возможно ли и нужно ли это все регулировать. Сейчас я хотел еще немножко остановиться на наших политиках. Кто из них, может быть, говорит такие более интересные россиянам вещи? Вы же анализировали и оппозиционных политиков, да? Вот Навальный. Как речь Навального в этом смысле? Навальный использует ту же самую агрессию. Что Путин? Да, да. Агрессия, она примерно одинаковая у всех. Степень, уровень выраженности этой агрессии у оппозиционных политиков, естественно, выше. Потому что им нужно бороться за жизнь, за место под солнцем, за внимание аудиторий. И опять начинается соревнование, кто кого перекричит. И функция оппозиции иногда сводится вот к этому перекричать. Сводится, я имею в виду, даже во время митингов, цель которых собрать аудиторию вокруг себя свою и сторонников своих и объединить их вокруг какого-то лозунга, вокруг какого-то призыва. Но мы в результате из Навального тоже цитируем его замечательную фразу «да или нет», которую он повторял, как такой припев во время многих выступлений. Она ужасно манипулятивная. Когда вот я слушаю на митингах Навального, мне просто стыдно становится. Настолько вот он как бы стоит и воображает, что он манипулирует толпой. Понимаете? Но он не Гиббельс, он не Гитлер, он не Ленин. И вот как-то впечатление очень такое странное он производит, как публичный оратор. Да. У меня тоже такое же странное впечатление. Мне кажется, что это немножко он переигрывает. А если не сильно переигрывает, у меня такое ощущение. Потому что, когда я читаю, например, записи в его блоге, я вижу совершенно другого человека. Человека, который все-таки гораздо лучше владеет речью. И гораздо более логично размышляет. И куда все это девается, когда этот же самый человек оказывается на трибуне, непонятно. Да, конечно, жанр, сам жанр митинга предполагает, что вот мы что-то радостно орем в поддержку оратора. И не предполагает, конечно, сложных умопостроений. Ну да, это издержки, конечно, формы коммуникации. Но, тем не менее, доводить до абсурда, то есть до нулевого смысла, оставлять только выкрики, при том, что ты вроде бы обращаешься к образованной аудитории. Ну, вот это непонятно. Непонятно зачем. В целом, больше, наверное, таким запасом агрессии из оппозиционных политиков мало кто обладает. Вы Прохорова тоже анализировали, но у Прохорова, по-моему, все очень как-то размыто. Вот я как Медведева, я не могу определить Прохорова. Для чего? На чем? На чем Прохоров вообще? Да, это тоже отличный вопрос. Мне трудно сказать, о чем Прохоров, именно потому, что там нет той же, там, то же самое, тот же дефект. Нет системы, нет единства. Вот как у Медведева в имидже, да, мы можем назвать словом публичный имидж, нету там системы. И у Прохорова тоже не было системы. То есть не было единого представления о том, собственно, что я такое, как субъект политического пространства. Его не было, и оно никак, соответственно, не проявлялось вот в этом публичном стиле, в стиле публичных выступлений. Да, да. Но с другой стороны, у нас же есть такой практически пародийный, карикатурный образец речевой агрессии, это Кургинян. Да, да. Есть? Залитое пеной у рта. Да, но это ведь все-таки, к счастью, или не знаю даже, какое тут вводное слово употребить, все-таки этот человек, ну, просто украшает собой поле, публичное пространство, но не участвует в принятии политических решений. Да, и поэтому... Как, в общем-то, и Владимир Вольфович Жириновский. Да, да, это тоже такой цветок из серии «Пусть цветут 100 цветов», и вот они цветут, и пусть. Это действительно такая форма, ну, разнообразить политический ландшафт, как мне представляется, но не более того. Ну, вы знаете, да, опять-таки, я все-таки думаю, феномен невероятной популярности, ну, даже не популярности, а вот его плавучести во всех перипетиях, во всех революциях, контрреволюциях российской политики. Опять-таки, здесь, мне кажется, отгадка в речи, он говорит те вещи, которые люди, абсолютно это не рационализируя, хотят слышать. Вот эта вот речевая агрессия, она является, видимо, в нашем политическом пространстве наиболее эффективной стратегией. Ну, мне кажется, что Жириновский как раз выстраивает свою систему отношений с аудиторией строго на концепции речевого поведения обывателя. Вот каждый из нас обыватель. В той части нашей биографии, в которой мы идем за едой, садимся в трамвай по отечаянию, или участвуем в других каких-то повседневных видах деятельности, неизбежных, к сожалению, встречаемся с сантехником. Мы обыватель. Доктор филологических наук или доктор физико-математических наук ведут себя одинаково в этих условиях примерно, потому что у них вот одна цель – купить продуктов и добраться куда-то на трамвай. У них нет пространства для проявления собственной индивидуальности. Вот в этом, в чем-то таком общем, мы все обыватели, это не оскорбление, да, это совершенно терминологическая характеристика. И именно к этой части личности каждого человека обращаются Жириновские. То есть это вот то, что вы хотели знать, но стеснялись спросить, о политике, о внешней политике, об Индийском океане, о чем угодно, неважно. Но это вот именно такая форма завоевать доверие какой-то существенной части аудитории. Да, но в этом отношении такой политикой мог бы быть и на Западе. И, собственно, мы знаем множество таких людей, достаточно успешных, западных политиков. Но другое дело, что у нас это искусство ради искусства, в случае Жириновского. Да, безусловно. Ну, как и агрессия у нас тоже искусство, исключительно ради искусства. А только ли ради искусства? Вот эта вот речевая агрессия в речах наших политиков, она не транслируется ли в политику? Не обретает ли она политическую плоть? Я бы не сказала, что тут какая-то прямая линейная зависимость. Мне не кажется так. Мне кажется, что иногда бывает зависимость обратная. Чем более бессильны политики, тем более агрессивно они высказываются, например. Опять же, если вернуться к тому потоку оскорблений, которые получила от Медведева Грузия, ведь это всё звучало, ну, как, я даже не знаю, как это вот корректно сформулировать, но это звучало как обида, как реакция на какое-то вот поражение, как реакция на что-то, что вдруг оказалось вне пределов твоего влияния. Вот это звучало так. Я не знаю, как это было на самом деле. Ну да, то есть агрессия как компенсация, собственно. Нет, ну да, как говорят на английском из пословицы, собака, которая лает, не кусает. Да, да, да. Поэтому здесь очень сложный баланс, очень сложный баланс, и не готовы проводить такие чёткие зависимости. Но всё-таки, если глядеть на политику и на речевую практику последнего года, да, вот сейчас у нас будет годовщина путинского третьего срока уже с инаугурацией, да, если 6 мая, 7 мая прошлого года. Хотя, в принципе, да, путинское правление началось именно 6 мая, я бы сказал, на Болотной площади. Как это, да, как у декабристов, да, началось царствование на Сенатской, тут, значит, началось царствование на Болотной площади. Вот. Так вот, в этот год царствования усиление репрессивных практик, оно, мне кажется, сопровождалось нарастанием вот этой вот речевой агрессии в речах в публичной политике. В конце концов, люди и сидят по Болотному делу, и сейчас уже, так сказать, будет суд скорый, те же самые девушки с двушечкой, ну и все известные случаи. Да, безусловно. Ну, мне кажется, что здесь просто совпало вот это ощущение того, что что-то меняется, и эти перемены почему-то стали вдруг ощущаться как неотвратимые, мне так кажется. И поэтому, да, совпало и в речевом поведении проявление агрессии, совпали с агрессией, не всегда мотивированной, мягко говоря. А в законах, Анна, вот вы тоже говорите здесь, что речевая агрессия не обязательно вот эти вот, да, публичные оскорбления, а в самих, так сказать, языке бюрократическом. Вот взять новые законы нашего взбесившегося принтера, все эти, так сказать, о пропаганде, о гомосексуальной пропаганде, о детской порнографии, 16+, о мати, о цензуре в интернете. Язык этих законов, он тоже построен по законам агрессии? Да, если воспринимать эту агрессию вот в пресловутом расширительном толковании, то есть как способ подавления, то да, безусловно, эти законы устроены как еще один способ придавить общество. Я, честно говоря, не очень люблю говорить об этих законах, потому что это такая зыбкая сфера между юриспруденцией и лингвистикой, потому что применение каждого из этих законов неизбежно влечет за собой обращение к лингвисту-эксперту, потому что что такое пропаганда, а никто не знает. Значит, нужно в каждом конкретном случае анализировать, является ли вот это высказывание пропагандой, или оно является, например, просто номинацией какого-то факта. А пропаганда это то, что подталкивает к действию? А мы не знаем с закона исходя, что это такое. Ну, вообще, если вот, скажем, нас бы попросили сейчас определить, что является, а что не является. Я бы сказал, что пропаганда является высказывание, которое побуждает к действию. Ну, я бы тоже так сказала, я бы даже сказала немножко иначе. Я бы сказала, что вот агитация это то, что побуждает к непосредственному действию, а пропаганда это то, что выстраивает такую систему мировоззрения, в которой вот желаемое действие становится естественным и неизбежным. То есть пропаганда включает в себя и информирование. В этом и проблема. В этом и проблема. Ну что ж, напомню, что говорим мы сегодня с доцентом высшей школы экономики, колумнистом Форбс Анной Пацар, говорим о речевой агрессии, речевых практиках наших политиков. Мы вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня «Археология Форбса», и у нас в гостях колумнист Форбс, доцент высшей школы экономики Анна Пацар. Говорим мы о речевой агрессии, о хамстве в речевом поведении и наших политиков, и нашего интернета. Вот сейчас хотелось бы об интернете поговорить. А вообще в интернете, по сравнению, скажем, с публичной речью, политической, вот этот вот эффект оскорбления, эффект агрессии, он же еще больше усиливается, потому что ты своего оппонента не видишь в лицо? Ну, безусловно, интернет, русскоязычный интернет, мне кажется, это наиболее ядовитая среда коммуникации, из всех, которые только можно придумать. Ну, простой пример, вот те замечательные пародийные блоги и микроблоги, которые так популярны в России. Кермен Раша, да? Ну, в частности, да, 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 даже и Владимир Владимирович.ру, который уже как-то был подзабыт на фоне славы Кермен Раша, точнее. Но, тем не менее, всякие разные передразнивающие, ну, правда, это недолго продолжалось, твиттеры с Бибранк Раиси, вот эта замечательная выдумка. Это очень популярно у нас и совершенно неизвестно, например, в Германии, совершенно там никто такого не знает, спрашивал у немецких студентов своих. Когда мы переводили им некоторые высказывания из этих вот блогов или микроблогов, они, конечно, смеялись, но говорят, да, у нас это невозможно. Мы не понимаем, как это такое может быть вообще. И, да, безусловно, среда... То есть, там это могло бы получить какую-то юридическую оценку, если бы кто-то начинал пародировать известных политиков, а от их имени якобы вести блоги? Сложно сказать. Сложно сказать, я не настолько знакома хорошо с юридической системой. Ну, в общем, они к этому непривычны. Они к этому просто непривычны. То есть, на уровне внутреннего ощущения, на уровне культуры общения, в принципе, в публичном пространстве, для них это, видимо, какая-то большая новость. Для нас нет. Для нас нет, нам это все нравится. И ирония – это тоже, в общем, механизм агрессии. Но и ирония, которая представлена вот в такого рода пародиях, она граничит уже с личным оскорблением нередко. Это тоже такое свойство этого жанра, безусловно. А в целом вообще в интернете, я не знаю, градус споров в нашем интернете, вот эти вот моментальные переходы на личность оппонента, заходят в его профайл, смотрят, кто он, откуда, начинают говорить, вот ты отсюда, ты на Западе учился, вот ясно, с чего голоса ты поешь, чьи руки ты ешь. А вы живете в Израиле, вообще, что вы тут про Россию выступаете? Это тоже, это типично русское? Вот похоже, что это типично русское. Похоже, что это более масштабное явление в России, чем на Западе. С другой стороны, я, конечно, видела и англоязычные дискуссии, например, об уровне интеллекта у негров, достаточно обширные, с попыткой даже каких-то академических аргументов, довольно-таки несостоятельных. Но, тем не менее, на этом фоне, на этом фоне общем попыток академического фундирования превосходства одной расы на другой попадалось очень немного высказываний, цель которых состояла только в агрессии, направленной против объекта речи. А у нас, да, у нас очень часто это оскорбление ради оскорбления, не ради поисков истины, а просто это вот этот флейм, да, приобретает такие обвальные совершенно. Да, и вы знаете, я тоже вот это вот читаю, часто думаю, вот Лотман то, что говорил, что Россия бинарная культура, что у нас либо черная, либо белая, да, у нас нет возможности, так сказать, диалога конструктивного, нахождения некой третьей. Вот, например, даже если отвлечься от политики, я лыжник сам завзятый, вот я на лыжных форумах сижу, и там уже годами, годами идет дискуссия, что надо, ну, вот буквально свифт, остроконечники и тупоконечники, циклить лыжи или парафинить. То есть, понимаете, лыжи можно циклить, значит, снимать с нее микрослой тоненький, и она будет скользить на своем собственном, так сказать, пластике, а можно ее насыщать каждый раз парафином, да, и она будет на вот этом парафине скользить. И вы не поверите, Анна, годами, годами, там ветки по 800 комментариев, люди, так сказать, оскорбляются чуть ли до того, что, так сказать, грозятся выехать в родной город фонента, так сказать, мы тебя найдем. Вот, и я думаю вообще, насколько это может быть действительно российское. Но это ведь любая сфера, это вот как варить борщ, как готовить плов, это, я не знаю, что лучше BMW или Mercedes, но все что угодно, на любой форум тематический можно зайти и обнаружить там пару-тройку оппонентов, которые схлестнулись пять лет назад намертво, и их даже невозможно разнять, это будет вечная, с одними и теми же аргументами, повторяющимися вот по какому-то такому композиционному кругу беседа. И она действительно доставляет людям удовольствие. Они вот так воспринимают общение, это такая форма коммуникации. И вот произойдя что-то с одним из этих собеседников, ведь второй очень расстроится, им будет в жизни не хватать какой-то очень большой ее части. То есть это то, что действительно доставляет именно эстетическое удовольствие. То есть то, что в филологии называют фатическая коммуникация, смысл которой заключается только в получении удовольствия от общения. Вот у нас фатическая коммуникация почему-то вся чрезмерно агрессивна. Ну да. Но здесь опять мы возвращаемся к тому, с чего начинали, что это, конечно, отражение какой-то особой социальной среды, особого состояния нашего социума, при котором агрессия является нормой. И наоборот, приязнь, толерантность, она скорее является исключением или некой новой такой городской практикой, которая в каких-то, так сказать, слоях прорастает. Да, или забытой городской практикой. Ведь были же у нас мифы о невероятной вежливости жителей Петербурга. Но как житель Петербурга могу с прискорбием сообщить, что вежливость куда-то пропала. За какой период? 20 лет реформ? Я думаю, что да, 20 лет реформ. Точнее, даже не 20, но, может быть, 15, скорее так. То есть, держалось, еще держалось, держалось, но тут дело не в реформах, дело тоже в изменении структуры населения города. Ну да, тут просто уже много ли осталось, настолько сильное было вымывание, я думаю, троекоренных петербуржцев, замещение приезжими. Да, 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 это очень ощущается. И в Москве тоже это ощущается, но по-другому, потому что другая совершенно структура. Ну, смотрите, тогда, может быть, можно говорить, вот если социологически пытаться объяснить то, о чем мы говорим, о том, что это некий реликт патриархальной культуры, вот эта вот речевая агрессия, а вертикальной патриархальной культуры, как вот, не знаю, собаки, так сказать, встречаются, и тут же начинают выяснять, кто из них старше, да, кто кого имеет право заварить, там и изнасиловать даже, вот кобели, там между собой выясняют отношения. Вот, и то же самое, вот это как тюремная, да, вот эти тюремные стычки, моментально на речевом уровне выясняется, кто обладает, так сказать, больше правом, больше речевой агрессии. Так вот, может быть, это вот эта вот патриархальная культура, патриархального русского вот этого вот гемайншафта, общины, которая вот проявляется в интернете, в этих интернет-флейми сплошном, в политических речевых практиках? Безусловно, Россия – это общество статуса, то есть мы всегда переоцениваем статус, его значимость точнее, и, естественно, первое, что мы начинаем выяснять, это статус, а уж как его выяснять, это следующий вопрос. И очень часто мы его выясняем в коммуникации именно с помощью того, кто кого перекричит, не буквально, конечно, фигурально выражаясь, но тем не менее. Ну да, это постоянное вот это вот мерение, да, своими инструментами, то же самое, как на дороге вы говорите, да, you are what you drive, так сказать, и что какая машина у тебя есть, у тебя такой статус, соответственно, ты обладаешь таким же набором прав, соответствующим твоей машине. Да, так же ты и проедешь. И тут тоже, видимо, как ты выразишься крепко, как ты поругаешься, так ты твой статус и утвердил. Ну, удивительно, это другое, ведь, опять же, это такое обывательское, очень упрощенное восприятие агрессии. Ведь агрессия – это не всегда ругательство, это не всегда крепкое выражение абсолютно. Ведь слово «спасибо» можно тоже произнести так, что всё будет понятно. Ну, да. Вот, поэтому не имеет смысла сводить всё только к крепким выражениям. И, в конце концов, в академической среде при нейтральной совершенно внешней форме можно получить оскорбление, которое ты будешь ещё вспоминать всю жизнь. Поэтому, да, в разных социальных структурах, в разных, точнее, социальных прослойках бытуют свои практики агрессии. И они не всегда требуют вот именно этой формы, именно этого набора слов, которые, в общем, тоже варьируются в зависимости от… Какие наиболее, вот если смотреть на интернет, на публичные дискуссии, наиболее частые объекты речевой агрессии? Да, те темы, о которых, вокруг которых люди быстрее всего схлёстываются уже со второго-третьего коммента? Это вечные темы, которые, например, в западной коммуникативистике называют этическим конфликтом. Это вот те какие-то масштабные проблемы, права женщины, например, или религия атеист против верующего, неважно, православный, католик, неважно, не имеет значения. Но темы, для обсуждения которых нужны хотя бы какие-то точки соприкосновения. Естественно, что у, допустим, человека с абсолютно патриархальным мышлением, если мы говорим о правах женщины, и у человека, который скорее близок к представлению феминистскому о правде жизни, у них нет общих точек соприкосновения. И они не найдут их в этом диалоге. Более того, чем больше каждый из них будет уговаривать друг друга, убеждать и аргументировать, тем больше другой будет его ненавидеть за это все, за все эти аргументы, и пытаться противопоставить каждому из них еще более развернутый аргумент против. Да, да. И такой спор всегда заходит не в тупик, он просто выходит в какую-то фазу, за которой только физическое насилие. То есть, если бы они были знакомы и разговаривали лично, то они бы начали бить друг другу морду. Это какой-то разговор глухих очень часто получается по таким темам, как, я не знаю, там, пусерает, религия. Да, конечно. А вот у меня это часто приключается в моих блогах, в Фейсбуке, еще где-то, по поводу геев, гомосексуалов. Я это часто использую, потому что для меня это такая лакмусовая бумажка. Отношение, так сказать, моих коллег, оппонентов, неоппонентов, читателей к этой проблематике. То есть, это очень такая тонкая-тонкая настройка уровня толерантности человека. И вот вы знаете, сколько раз я замечал, что по поводу гомосексуальности ни разу не случалось содержательной дискуссии. Это люди моментально замыкаются в своих боевых позициях, и вот только удары, удары, удары с разных сторон. Никто друг друга не слушает. Конечно, это все тот же самый этический конфликт, который невозможно разрешить, пытаясь просто переубедить оппонента. Он не переубедится, значит, разговор бесполезен. Вы знаете, очень интересно, я у вас в одной из ваших статей Форбси прочитал, что как поступили в Нью-Йорк Таймс. Примодерация комментариев идет, да? Вот расскажите нашему, относительно Папы Франциска. Да, это замечательное нововведение газеты Нью-Йорк Таймс, которое как раз-таки позволяет избежать этических споров в статье, точнее не в статье, а в комментариях к статье об избрании нового Папы Римского, который, естественно, сразу совершил целый ряд публичных, ну, я бы сказала, высказываний, поступков, которые вызвали определенную реакцию и среди католиков верующих, и среди представителей других конфессий, и среди представителей, естественно, атеистических кругов публики. И для того, чтобы оставить комментарии к этому тексту, нужно сначала пройти тестирование, нужно ответить на вопросы о вашем вероисповедании, и еще какие-то вопросы предлагаются для того, чтобы изначально ваш комментарий отправили в нужную ветку, чтобы вы говорили с тем, кто близок к вам по духу, то есть чтобы вы не вступали в этот клинч с теми, с кем все равно вы не сможете ни о чем-то говорить. То есть разведены люди по веткам, в одной, так сказать, говорят католики, в другой неверующие. Да, да, да. И мне кажется, что в таких случаях это правильно. Потому что заставить их договориться и не оскорблять друг друга невозможно. Никакими ни законами, ни штрафами, ничем невозможно. А если их аккуратно рассадить по разным комнатам, они там прекрасно друг с другом поговорят. Да, да. Или, так сказать, на заметку всем модераторам, я думаю, просто такие ветки надо замораживать и убивать, где начинают накручиваться эти этические конфликты. Просто недавно даже у себя в Фейсбуке там пару каких-то вещей именно по вот этой вот гомосексуальной проблематике я разместил. Еще раз, так сказать, хочу сказать, для меня это именно, так сказать, текстуально-социологически очень важный тест. Вот. И я просто, так сказать, авторитарно вот сказал все. Это последний коммент. Я закрываю дискуссию в этой ветке. Да, да. Потому что дальше это просто плодить зло, плодить ненависть. Конечно. Это единственная практика возможная. Просто все. Перекрыть киснород и завершить дискуссию. Ну, вот мы вышли уже на этот вопрос, о котором вы уже начинали говорить. И, соответственно, то, что меня интересует, как нам вообще модерировать вот эту речевую агрессию, этот язык вражды. Законы какие-то вводить. Вообще, возможно ли юридическая ответственность за слова. Ведь, смотрите, например, Константин Крылов уже сидел за слова. У нас уже люди сидят за слова. Это надо понимать. Захватит кормить Кавказ. Даже не за это он сидит там. Он сидит за то, что это экономическая модель. С ней надо пора кончать с этой странной экономической моделью. Да, это фантастика. Это фантастика. При всем моем несогласии с его позицией, тут я считаю какие-то, так сказать, все нормы юридические, моральные, пупорные. Да, безусловно. Я просила знакомых раздобытные тексты, лингвистической экспертизы, которая все-таки пришла к выводу, что вот это высказывание является экстремистским. Пора кончать с этой странной экономической моделью. Ну, подумаешь, пора кончать. Да, это же все-таки не буквальное восприятие выражения. Это переносный смысл. Я здесь действительно уже начала говорить о том, что все законы, которые принимаются у нас в последнее время, они действительно пытаются регламентировать публичное речевое поведение. Потому что, видно, от агрессии все устали, но устали каким-то очень странным образом. Как всегда, начинается все не с того конца. Вот запретить мат в средствах массовой информации. Можно подумать, что средства массовой информации вот прямо состоят из этого мата, который надо запретить обязательно срочно. Я вообще как-то особо не видел в средствах массовой информации. Да, вывели уже давно. В комментариях бывает, там где-нибудь в дальней ветке, в комментариях какой-нибудь статье. В комментариях. И то модератор, если пока не увидел. Конечно, да. И потом всегда можно ввести какое-то такое ханджеское правило, поставить там три точки, чтобы вот никто уже точно не догадался, что за слово-то такое. Вот это совершеннейший абсурд. В конце концов, ну мат, ну что вот его теперь запрещать в публичном пространстве. Но это ничем не изменит ситуацию, которая связана именно с тотальной агрессией. Ну, не мат, так что-то другое. Ни одно слово, так другое мы подберем. В конце концов, ведь в языке нет плохих слов. Вот язык, он состоит из тех слов, которые нам нужны для выражения какого-то смысла. Все, они не являются ни плохими, ни хорошими. Плохими или хорошими их делает общество. И, например, есть прекрасный термин «табуированная лексика». Почему табуированная? Потому что вот общество считает, что оно неуместно в каких-то определенных обстоятельствах. Вот это результат неких социальных конвенций, социальных договоренностей. И все. Вот сегодня одна конвенция, завтра другая. Сегодня общество договорилось так, завтра иначе. Ну, либо писать закон на каждый случай жизни. Ну, боюсь, что наш принтер не сможет печатать с такой скоростью. Либо все-таки как-то варьировать средства экспрессии. Ведь, в конце концов, вот эта ориентация, о которой я уже говорила, на разговорность, на разговорную экспрессию, она дает очень ограниченные возможности нам. Ведь художественная литература все-таки пишется по каким-то другим принципам, с каким-то другим отношением совершенно к слову. И вот это вот стремление к грубой, хлесткой, такой немножко хамоватой выразительности, это достижение последних лет. Может быть, можно ему что-то противопоставить. Но чтобы что-то этому противопоставить, нужны какие-то образцы. То есть я боюсь, что это не законы, это модели. Нам нужны модели. Модели правильного речевого поведения, красивого, привлекательного. Хорошо и умноговорящие политики. Боюсь, что да. Да, боюсь, что да. По-другому нельзя. То есть запретами тут не сделаем ничего. Ну запретили человеку ругаться матом, он других слов не знает, но он сидит, молчит. Все. Мне кажется, это абсурдная практика была бы. Вот законы, которые касаются пропаганды или экстремистских высказываний, которые требуют вмешательства лингвиста, они тоже крайне неудобны в использовании, потому что в конце концов для лингвистической экспертизы нужна какая-то база теоретическая, которой уже не хватает филологии. Ну да, каждый раз абсолютно одна лингвистическая экспертиза была вот Пусси Райт. Да, да. Первая экспертиза, она была совершенно за защиту, по-моему, да? Поддерживала сторону защиты. Она не то, чтобы поддерживала сторону защиты, она просто не выявляла там тот состав преступления, который нужен. То есть там был все равно найден состав преступления, но я уже не помню деталей, но просто не тот, не на тот приговор. Поэтому нужно было вытягивать на нужную статью. Ну да, то есть экспертиза будет все равно объектом манипуляции, подводиться под то политическое решение, будь то в отношении Константина Крылова или Пусси Райт, потому что нет нормальной базы и понимания, что считать агрессией, что считать разжиганием. Ну как минимум, да. И нету, дело в том, что ведь когда законы пишет юрист, он совершенно не думает о том, что потом, допустим, лингвисту с этим работать. Он не дает определений, которыми можно воспользоваться при анализе текста. Значит, всякий раз нужно переводить рингвистические термины на юридические и наоборот. То есть это совершенно тупиковая ситуация, в которой очень трудно работать, потому что нет базы. Вы полностью исключаете возможность юридической ответственности за это? Ну, скажем, я не знаю так, с такой точки зрения бывательского, а если бы вовремя, так сказать, Гитлера посадили за Майнкампф? Или просто за его речи еще конца 20-х годов? Я, конечно, не исключаю полностью такой возможности. Я просто призываю относиться к этой возможности каким-то более ответственным образом, чтобы хотя бы законодатель немножечко учитывал то, на что опирается закон, регламентирующий речевую практику. Зачем ее регламентировать, нужно ее понять, нужно ее описать. У нас даже описания нет. У нас нет вот сейчас в России на данный момент адекватного описания речевых процессов в публичном пространстве. Его просто нет. А как, вот возвращаясь к теме Навального, как можно, насколько хорошей лазейкой, отмазкой является понятие оценочного суждения? Это мое оценочное суждение. Да, да, это, конечно, прекрасная отмазка, но это, опять же, спасибо закону, который таким образом написан, что можно ссылаться на разные, ну, весьма и весьма мифологизируемые представления. То есть, когда мы высказываем свое мнение, вот, да, я не люблю Навального, да, я не люблю, не знаю, кого угодно другого, режиссера Никиты Михалкова. Это вот мое мнение, да, это мое отношение. Это не оценочное суждение, это мое личное отношение, которое опирается на вот то, что у меня в мозгу происходит. Вот я не люблю яблоки. Никто не имеет права спрашивать меня, почему я не люблю яблоки. Ну, просто не люблю. Почему я не люблю Навального? Ну, просто не люблю. Вот просто. Без каких-либо комментариев, то есть без аргументов. Вот за такие высказывания, безусловно, я не могу отвечать юридическим образом. У меня нету оснований привлекать меня к какой-то ответственности за то, что я чувствую так, а не иначе. Вот мне холодно, а соседу жарко. Кто из нас более прав? Да, оба права. Но если мы говорим так, Никита Михалков плохой режиссер, это уже оценка, это оценочное суждение. Оценка вот с точки зрения семантики, не с точки зрения юриспруденции, а с точки зрения семантики, оценка нуждается в аргументировании. Почему Никита Михалков плохой режиссер? Каждый может меня спросить, почему я так думаю. И я, в принципе, теоретически должна бы объяснить, на каком основании я пришла к этому заключению, к этому оценочному суждению. Да, безусловно, оценочное суждение опирается на мое представление об идеальном. О том, как выглядит идеальное яблоко, или идеальный режиссер, или идеальный политик. Или о том, что такое жарко или холодно. Да. Естественно. Но, тем не менее, всегда есть какие-то рамки. То есть, при этом, груша остается грушей, режиссер – режиссером, политик – политиком. То есть, мы все равно оперируем в рамках одного понятия. В рамках суждения об этом одном понятии. И вот за такое высказывание, ну, в принципе, еще если оно не аргументировано, уже можно начинать привлекать к ответственности, если там что-то с ним не в порядке. То есть, надо быть готовым доказать это вот. Да. Но вот мое оценочное суждение – это просто совершенно нонсенс с точки зрения семантики. Да, но с точки зрения юридической оно все-таки достаточно много позволено тому же Навальному. Вот все это «Единая Россия», «Партия жуликов и воров». Да, безусловно. Вот я с тех пор все езжу, у меня на машине наклейка висит «Единая Россия против партии жуликов и воров». С тех выборов еще. Вот. И я всегда, так сказать, готовлюсь к тому, что когда-то, так сказать, остановят меня и спросят. Значит, по этой логике я должен быть готовым обосновать. Последний вопрос, Анна, поскольку время наше уже кончается. А вот эта вот речевая агрессия, язык вражды, как называют, может быть, это наоборот, это некий клапан, который позволяет выпустить социальные пары, предотвратить действительно то, с чего начали, да, предотвратить действительно физическую агрессию? Ну, безусловно, безусловно, есть такая функция. Такая функция есть. Но когда мы продолжаем заниматься тем, что называется эскалацией агрессии, ну, мы все-таки рано или поздно таки закончим физическим насилием. Ну да, то есть это обретает плоти кровь, это насилие. Может обрести. Ну да, так что в этом отношении, благодаря нашему сегодняшнюю гостю, это Анна Пацар, доцент высшей школы экономики и колумбнист Форбс. Я хочу сказать, что в России, как я понимаю, из того, что рассказала Анна, сложился действительно некий гремучий коктейль. С одной стороны, вот эта вот традиция речевой агрессии, которая идет вообще от традиции агрессии в обществе. С другой стороны, у нас интернет, потому что интернет, который как бы амплифицирует, усиливает вот эти вот агрессивные импульсы, тем, что ты не веешь оппонента, и вот флейм начинается, троллинг начинается. И вот этот вот гремучий коктейль, конечно, может очень сильно разнести наше общество, так что хочу закончить, я призыву к модерации. Причем модерации не только интернет, но и модерации в смысле самоограничения. Ну что ж, спасибо, Анна, за участие в этом эфире. Это была программа «Археология». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!